Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов известен во многих странах как активный общественный деятель. В частности, легендарный спортсмен является послом детского фонда ООН и входит в состав попечительского совета при уголовно-исполнительной системе России. Турниры по шахматам – одно из наиболее востребованных направлений работы этого совета. Игры проводятся среди осужденных и персонала колонии. Анатолий Карпов с большим вниманием следит за развитием общественного телевидения в стране и считает крайне необходимым процесс нравственного воспитания детей и подростков, большую роль в котором играют детские телеканалы, такие как «Улыбка ребенка». На днях Анатолий Евгеньевич Карпов дал эксклюзивное интервью телеканалу ТБН, отрывок из которого мы предлагаем вашему вниманию. Анатолий Евгеньевич, я знаю, что одной из сторон вашей благотворительности является то, что вы ездите по исправительным учреждениям, играете с осужденными в шахматы. Я понимаю, что для них это счастье увидеть вас воочию и сыграть с вами. А вот что для вас? Вот такие встречи и такие игры. Я расцениваю это как серьезную социальную программу. Но, собственно, так расцениваю это члены совета, потому что из шахматной программы, которую я предложил 10 лет назад, выросли, может быть, даже более известная сейчас программа, там «Калина красная» или конкурсы, или фестивали, или КВН. То есть работа ведется. Ну и потом общество должно думать об этих людях, потому что даже у человека, осужденный по тяжелой статье на 15 или 20 лет, все равно 15-20 лет пройдут, и он выйдет на свободу. И он станет одним из нас. Значит, мы должны подумать, чтобы он не вернулся на тот путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok